земля цели и вот получается так подхожу на сегодняшний день главным это очень важно ребята я создал это как вот сергей лапин это наш скажу так значит контакте он разместил фотографии и такой текст абрикосы посажены косточками сейчас поймете сейчас начинается этот самый война осени девятнадцатого года с плодовыми почками ждем весна и так один из проблем девятнадцатый год осенью нас впереди двадцатый заметьте проснулись косточки двадцатый и двадцать первых то есть ему идет второй год я ничего не напутал осенью косточки косточки садовогорского но потом оказалось ладно итак осенью второго года они у него покрылись цветочными почками тема сегодня не основная но на вопрос надо отвечать что будет я сразу говорю когда на сердце на второй третий год появляются вот появляются цветочные почки это сигнал неблагополучия не еще не смерти но дерево некомфортно быстрее дать продление рода внимание сербор разгорелся из-за этого фотографии она была заместила в контакте вот посмотрите ему всего два года почему он имеет такую форму и что с ним делать значит ну понятно наша школа нашего кружка я уж не говорю что я один такой у нас уже я не один такой который скажет не подходить форма своеобразная уже понятно что тут не написано что за сотку я как-то не догадался спросить не обязательно что-то манчжуриц может культурный и по виду он культурный в общем ему тут не совсем комфортно и в результате он где-то может быть откуда вот на нижнем ярусе такое количество веток казалось бы загущений а потому что наверняка у него здесь и вот здесь вот эти вот основные основные проводники центральные наверняка верхушная почка замерзла скорее всего это дало возможность проснуться множество боковых веток переход на кустообразную форму это один из способов деревьев защитить себя вот тех самых невзгод там наверху холоднее распочкаться до мертвых климат поди достаточно жесткий и так далее и так далее и так некомфортно получилось загущенная форма но с этого начинаем это дерево решила расти с помощью кустовидной загущенной формы она так решила а дальше начинается самое интересное я надеюсь вы не дослушали до этого не маме нет вот эта фотография я сделал черебушка я не зря баба бодро борис посмотрите догадайтесь с одного раза что он делал ни чего я когда познакомился с это было через майной поселка майной один из центров садоводства там росло множество можете даже таких в разных садах я видел добрые сотни то есть на первом этапе уже они начинали расти средние такие не обязательно роскошные но урожайные все они вот так в такую мере форму они буквально в шатер превращаются вверх перестали расти низ и вертикально опускались вниз и причем множество потом они исчезли появилось председательное хозяйство другие эти литературные источники и они сказали режьте 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 неправильное дерево и люди постепенно уничтожили уникальные сорта образцы но мы это проходили смотрим дальше почему это так долго говорит и так дерево приняло форму куста некомфортно и вот нашлась это самое интересное впереди этого интереса сейчас будет смеяться будет и так нашлась не на киселева скорее всего классическое образование если бы она швея и моторист вряд ли бы она это бы написала и так когда он разместил вот это вот вот это вот фотография прекрасную еще его не комфортно у него будет долгая жизнь что-то писал я смеюсь потому что это весной немножко разрядить и сделайте обрезку загущенных ютвей и укоротите слишком длинные просто так давайте писаем себе что наш друг вот 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 сергей лапин послушал ее а как же она не зря пишет она совет дает представляем как он начинает полежать то есть укоротить нет начали полетить означает обрезка на кольцо они другого не знают тут наверное штук 10 баран бы появилось точно сильно загущенных правильно я не спорю я же не говорю что она не загущенная я говорить не затрогать а это новый вопрос и еще укоротить вот а дальше я теперь больше не нужен все ребята падаю в отставку смотрите вот вы знаете что среди нас есть сергей сергей селевошка вот он в отличие от меня в десять раз грамоте у него есть свой опыт он не мой ученик это просто толковейший мужик я же говорю смог же этот самый директор института ваулин пойти по моему пути да хотя там в этих писать корни обрезать все резать калечить вот он результаты какой получил он засравнивал еще у него же есть печатные труды он сравнял как другие контрольные экземпляры давали не по 40 килограмм а по 300 грамм чувствуете разницу рядом научное учреждение не буду называть какой научное 500 грамм с дерева понимаете теперь в наших по нашу сторону баррикады профессор ваулин а сергей селевошка он же это самое не как я какой-то металл и вот посмотрите внимательно с этого начинается вот зачем она влезла сюда вот зачем кто ее просил это так как то самое классическое образование не так классическая как это самый страшный стране враг и деревьев это поливки надо скоро 2 миллиона просмотров что существует классическая обрезка немножко растерялась когда написала что есть теперь 2 обрезка уже явно меняем его виду так вот селевошка бедная не на не на откуда вас такие грамоты берут не утруждайтесь агрофак таки ухари штампует пачками знаю не понаслышке да он действительно знаю еще раз говорю в отличие от меня имеет точно классическое образование вот не металлургическое после обрезки мы получим огромное количество волчков сумасшедшую загущенность кроны заметьте она и так загущена представляете ветки укорачивать потратим потенциал классических веществ не на развитие и укрепление она прирост волчков все это давно пройдено дальше я бы хотел кое-что пропустить а и он еще об основой на фото вишни и яблони которые я обрезал наслушавших таких деятелей как вы но сейчас мое образование позволяет мне делать осознанные выводы потом ждать что начинается потом начинается уже настоящая перепалка по принципу кто кого вот кто кого называет великий агроном потом пришло это самое еще вот захотите потом отдельно посуде это пропускаю почему потому что сейчас объясню там уже дошло до того что если уж сравнили как я там где ветки с допустим с органами чека дошло до того что не отрезать гениталии и так далее ну вы поняли почему я пропускаю уже до этого дошло но все самое то не главное сейчас объясню что главное даже вот это пропущу он свое она ему свое он свое ей бы выскочить басу да как пробка с этой страницы как пробка шпажа баска она все еще пытается доказать не отпускать я подумаю и действительно стоит укоротить ветку еще больше еще быть вы не знаете для как я например я отклоняюсь но ниже будет еще у нас тема все даже про черенки я или специально режу так покажу вам фотографию где длинный черенок оставляя 5-6 почек нижняя там стоящие эти на рост 3 почки и вместо 1 3 вместо 3 9 ну примерно бывает 2 бывает 4 даже 5 ну в принципе вместо 9 и 27 9 и 3 27 понимаете она то этого не знает чем кончается но одно дело когда делал сознательно чтобы как этот говорил богателу и чё там вот я надеюсь убедил что я заработал 50 тысяч я не стал этим самым миллионером но это ладно вот этого она не знает а сергей сергей знает сережка и вот смотрите светлана серегова начали не надо начала обрежьте себе что-нибудь вы действительно вот пусть это грубо пусть вот но как иначе то вы понимаете вот тут и пошло про было бы мужиком по это туба порезать нечего это знаете даже как похихикать хамить не надо в общем дошло до этого и так светлана сирякова наш человек это еще не все так что не на киселёва которая случайно всех наших кругах я сейчас объясню сейчас памяти это очень важно потому что на этом основана все наше будущее кто победит когда в леса в этот миллион сто тысяч подписчиков на канале у туманова там царствовали две дамы которые выпустился темирязевки так одна точно кандидат на ух и вот они резать 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 и скалечить потом опрыскивать и все на этом не кончались так когда вмешался мой брат юрий владимир зелезов так они его оскорбляли полили грязью так это со и самое главное что не сказать вы себе страницу создайте и там учите людей как стать и нужен а тут мы хозяева и вот это не на киселёва влезла чужой круг смотрите обиделась ну конечно все же кругом дебилы это пустого когда это попросили что-то отрезать себе а оставить покой деревья все кругом дебилы внимание это очень важно это такое казалось бы козырь сады выращивают и совхозы и садоводческие организации и частники и все обрезают на самотек деревья не пускают как же вам одной такой умной скучно жить когда кругом одни дебилы ну что обида и больше ничего вот это вот совхозы и организации они выпускают отравленные яблоки сейчас я вам и все как это делается и почему они режут и почему они не могут но нас до дачников кто заставляет дурю маяться смотрите я подобрал пусть это фотография из интернет пускай секунда я кипяточку подалю как мы делились садись праздниковая друзья сегодня между прочим праздник у нас старых большевиков крэй старый большевики праздником дуэк дуэк Спасибо. 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 Сначала положено вот это вот. Кто-то заложил сад. Он рано имеет свои преимущества. Он рано зацветает. Он рано дает первое урожай. Так. Вот. Деревья уже искалечены. Специально. Им придается такая форма. Обязательно надо отрезать 10-15 веток. Теперь это коллега с короткой жизнью. Теперь его ждет 40 обработок в год. Я так и пишу. Впереди короткая до 15 лет мученическая жизнь. Почва вся перепахана. Это означает. Каждый год естественно. Это означает. Что у них не будет листьев. И не будет травы. Которая служит источником питания корней этих деревьев. То есть самое главное. Отсечено. Остается искусственная пища. Удобрения. Минеральные. Догоняйте. Вот. И потом. Искалеченное дерево будет подвергаться бесконечным выпрыжкам. Потому что их начинают жрать. Все кому не лень. Они ослаблены. Вот это и есть промышленное производство. Вынужденное. Если у нас. Вот помните. Посадила саженцы. Даже не принялись ни один. И это является причиной. Это миллиардов чей-то карман подлый. Потому что не умеют выращивать. И не хотят. Привозят с юга. На севере. Если не погибнет сразу. То все равно замерзнет. Вот. Если бы у нас на дачах было все. Вот эти бы сады. Они были бы не нужны. Смотрите. Вот это мой сад. Скажите. Как я умудряюсь. 30 лет не поливать. Не удобрять. Вообще ничего не делать. Он воспроизводит питание сам. Вот. Видели? Я ничего не придумал. А вот это промышленный сад. Ну как? Это не сад. Это фабрика. Посмотрите. Сколько жилибетонных столбов. Почему деревья не замерзли? Да потому что это Италия и Испания. Там нет мороза. Помните про футбол. Почему у них такая форма? Потому что иначе они не смогут работать. Если это будет нормальное дерево. Значит искусственная форма. Чем они потом делают? Потом они опрыскивают бесконечно. Я вам сколько фотографий показал. Бесконечное опрыскивание, опрыскивание. Вот. Как живем мы в России? Сказать вам? Колбаса отравлена. Вот. Я поделился с собаками. Стоят голодные у дверей магазина. Я не выдержал. Вернулся. Говорит. Дайте две сардельки. Толстые такие большие. Они мне дали. Я вышел с собаком. Кинул. Они. Вы знаете. Вот этот взгляд. Понюхали. Посмотрели на меня как на предателя. И ушли. Сосиски и сардельки. Остались лежать. Это что продавали людям? Нам? Вот эту отраву продавали. Так. Пиво дерьмо. Значит. Попробовал. Сварил яйца. Вот. Желстки оказались. Каменны. Это что? Чем нас кормят? Чем это? Колют этих бедных самых птиц. И вот так. Везде. Всюду. 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 Вода отравлена. Почва отравлена. Это самое. Воздух отравленный. Мы распоставили такие условия. И вот это. Вот нам тычут морды. Мировой опыт. Помните. Как меня это самое. Представили на хозяйство. Вы Валерий Константинович. Не выдержали. Я тогда был на слуху. Они печатали такое дерьмовое советы. Что не выдержали. Олег Константинович. Прекратите. У нас с грязью мешает. Хотя я не говорил, что ты постоянно ходишь. Я просто говорил. Это дерьмовый совет. Это вредный, опасный, смертельный. Ведь не выдержали. Представили мне письмо. Вместо того, чтобы сказали. Константинович. Давайте дружить. Давайте ваши статьи. Вот это вот. Привели в качестве примера. Вот она. Та самая. Киселева. Да, кажется. Вот. Вот я написал. Фабрика по производству плодов. Потом наши, не думая, берут и садят груши в ямки. Чем кончится дело? Через несколько лет голову насечения дают. Сгниют. Они могут выдержать какое-то количество. 10-15 лет. Только там, где вообще не замерзает земля. Стоит земля замерзнуть. А потом присыпать снегом. Две-три весны. Все. Это 100% занимает. Зачем посадили? Как посадили? Почему вы из этого сделали еще это? Самоучебный снимок. Представляете, я уже не выдержал. Вы понимаете, когда они все, вот этот мировый опыт долбанный, как вот она нас призывает. Ведь как мне отвечали, в одном из вебинаров видели, это статьи увидели, это мои увидели, их реакция, видели их письмо, официальное письмо. В реке Сынске прекратите сапсать грязью. Что было написано? Мы пропагандируем мировой опыт. А что перед вами сказать? А? Абрикос. Посадили на верную смерть. Ну, вот так вот. И это все на всю страну. Вы понимаете, что у меня зло берет. Несколько сотен просмотров против этих, миллионов этих самых полютина. Вот. Видите, что творят. У нее нет, конечно, сада, ни такого, как у меня, ни такого, как у Тотарова или Чернобаева. Нету. У нее другое есть. Придуманные, высаданные с пальца знания. И вот результат. А это еще не кончилось. Смотрите. Я вот это вставил, как бы отвлекся. А теперь самое интересное. А это продолжается. Ну, вы поняли про отрезать то, чего у женщин нет, но мужиков есть. Вот. Ну, так дошло даже до этого. Но это, знаете, как представительное хозяйство, сайт отличался невероятным количеством грязи. Грязи мешали всех. Я помню, как грязи мешали Кузнецова Александрович. Помню, как Распопова грязи мешали. Меня мешали грязи. Придумали Железова этого, чтобы меня унизить, чтобы меня опозорить. Придумали Железова, которого нет на свете. Вот. Ну, от его имени писали статьи. Не статьи, а эти. Вроде бы, как мои. Это было страшно, подло. А потом и догадался, почему. Скандал нужен. А иначе не привлекешь. А вот смотрите наш скандал. Вот. Светлана Серякова ответила Ниде. Не, ну, я не одна, но нас значительно меньше. А у вас сады дохнут все время. Понимаете? Вот действительно так. Нас значительно меньше. Виктор Костенков. Ни колечи деревьев, ни нужная обрезка. Вот. Понимаете? И вот получается, что. Получается, что. Это уже наша сторона. Вот сюда вот зачем она нахрен полезла? Зачем она сказала эти самые. Прорежайте и длинные ветки отрезайте. Смысла этого? Чего она добивалась? Она считала, что мы улучшили дерево. Невозможно улучшить сеянцевое дерево. Можно немножко поправить дерево, которое была почка на боковой ветке. И должна была всю жизнь расти. Немножко так. Потом вот так. Еще, еще, еще. Можно вот сюда. Можно вот сюда. Вот. А ее взяли, эту почку, которая потом через несколько лет должна стать веткой 2-3 метра. Боковой. Может быть скелетной. И выпрямили ее. То есть сделали так, чтобы она росла вверх и превратилась в дерево. Оно, конечно, кривое горбатое. Но сеянис-то какого хрена вы к нему пристали? Когда этому... Это надо разбираться немножко. Когда дерево некомфортно, верхушечные почки отмерзают, а у нее начинается хруститься. Это природный дар. А потом я вам еще буду доказывать, доказывать и доказывать. Почему? Как правильно написал? Нас значительно меньше. Нас знаете сколько? Один против ста. Один против тысячи. Вы представляете, какая у нас судьба ждет? И судьба садоводства. Если бы вот тогда, когда я приехал в Тимирязевскую академию, в этот сад, если бы я разговаривал с доцентом, он тогда отвечал, если бы он поверил мне, ну кто бы сейчас, если бы вот эти абрикосы, 100-граммовые, несколько сотен тысяч деревьев со 100-граммовыми абрикосами, всех святого радуги, росли бы. Они бы росли, никуда бы не ели. Кто бы туда бульдозеры пустил? А вы что, сосны, березы росли? Красивые олейки. Мне один студент не умеет вращать деревья. А потом вот такие вот, как эта Нина, от доброй души написала халечье дерево. От доброй. Вот что мне это. Ведь она так хотела помочь этому человеку. Так хотела, чтобы он дерево, как называется, чтобы он это дерево улучшил. Бог не знал, как дерево расти, а он знает. Вот мой этот спич.